Духовная власть И в предыдущей программе я назвал три основных признака, по которым эту власть, на мой взгляд, можно распознать Руководство, соответствующее библейским требованиям, взаимная любовь и подотчетность членов общины И братское отношение к другим верующим в Ешуа Мы разбирали их в обратном порядке и сегодня поговорим о последнем, то есть о первом, о руководстве общины Но вначале вот о чем, откуда вообще взялся вот этот список из трех пунктов Если ваша глава отформатирована главами и стихами Библии, то я, вероятно, сейчас вас разочарую очень сильно Потому что главы и стиха, в которых бы они были перечислены, нет ни в Танахе, ни в Новом Завете Однако, если мы читаем Библию не только для заучивания наизусть стихов и глав, но и для осмысления прочитанного То мы сможем видеть, где в ней расставлены акценты Мы увидим, что один из главных принципов духовного развлечения А мы говорим о признаках, по которым можно отличить подлинную общину Мессии от суррогатов Звучит так Всякое дерево познается по плоду своему А этот принцип проходит через все Писание, особенно подчеркивается в Новом Завете Мы также увидим, что важнейший заповедь Писания есть любовь к Богу и к людям Что одна из важнейших отличительных черт сообщества учеников Мессии – это их взаимная любовь Что Бог ненавидит раздоры и разделение между братьями и любит единство Потому что Он сам един, точнее триедин И отсюда два первых признака – братское отношение к другим верующим, как к дальним, так и к ближним И это братское отношение, конечно, означает не только поддержку и ободрение, но и коррекцию, когда в ней есть необходимость Наконец, если уж говорить о конкретном библейском материале То как в Танахе, так и в Новом Завете есть не просто отдельные стихи, но целые куски текста Описывающие требования к руководству народа Божьего И если игнорировать их, то зачем вообще тогда читать Писание? Вот вам третий признак И теперь последний вопрос перед тем, как мы поговорим о нем самом О библейских требованиях к руководителям общины Вопрос какой? Вот какое отношение все это имеет к духовной власти? Любовь, братское отношение, требования какие-то Причем тут духовная власть? Если ключевой момент, отличающий общину от тусовки, это духовная власть Отношение имеет духовная власть, ко всему этому очень простое Если мы говорим о власти для распространения царства Божьего То есть для распространения правления Божьего То кому Господь Бог эту власть дает? Давайте зададим такой вопрос Ну конечно же, тем, кто сам в первую очередь подвластен ему Понятно, что человек, не желающий быть под властью Бога Никогда не сможет распространять его правление вокруг себя То есть прежде чем спасать других, нужно удостовериться в том, что ты сам на правильном пути Иначе ты сможешь оказаться слепым поводырем слепых А Ившов очень метко сказал, что когда слепой ведет слепого, то оба упадут в яму И, соответственно, духовная власть может быть лишь там, где люди подчиняются Писанию И, конечно, я не утверждаю, что эти три признака исчерпывающие, что других нет Возможно, есть, но если мы говорим об отличительных характеристиках подлинной мессианской общины То начинать нужно, по-моему, именно с них Итак, руководство, отвечающее библейским требованиям Руководство общинами Что это за требования? Давайте обратимся к соответствующим текстам Писания Первый из них в книге «Исход», где Моше беседует со своим тестем Итро В русской Библии это Иофор И тот дает ему очень мудрый совет «Усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть И поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками» Здесь мы видим три требования Руководители должны быть людьми способными Другой перевод – сильными, энергичными У них должно быть что-то, что они могут предложить людям Они должны быть в состоянии помочь Это первое требование вполне очевидное Но если тебе нечего предложить, руководителям тебе быть рановато, скажем так Второе Эти люди должны быть богобоязненными Почему? Потому что они должны помогать не кому-то, а людям из народа Божьего И третье – они должны ненавидеть корысть, то есть жажду наживы Их помощь людям должна быть бескорыстной, немотивированной желанием заработать Почему? Потому что в противном случае они будут не служить народу, а паразитировать на его нуждах Они будут радоваться не успехам людей, а их неудачам Потому что неудача – это новая возможность заработать на ближнем А успешный человек в их помощи уже не нуждается Итак, способности, богобоязненность и бескорыстие Вот три критерия для правильного отбора людей на руководящую должность Которые называет Муше его тесть Теперь посмотрим, что говорит на эту тему Новый Завет Первое описание характеристик человека, которого можно, в принципе, поставить на служение руководителя общины Мы встречаем, простите, не на служение руководителя, а вообще на служение в общине Мы встречаем в шестой главе книги «Деяний апостолов» Значит, предыстория такова В общине там возникает конфликт на почве раздачи гуманитарной помощи Если выражаться современными терминами Появляются жалобы на то, что определенной группе вдов этой помощи достается меньше, чем, как они считали им положено Или чем другим вдовам И тогда руководители общины, то есть апостолы, ближайшие ученики самого Ишуа Избранные персонально им еще при его земной жизни Они созывают народ и говорят народу следующее «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись о столах», то есть печься, заботиться о столах Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных святого духа и мудрости Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова И далее перечисляются семь мужчин, которые были приведены к апостолам для рукоположения на соответствующее служение Этот текст интересен нам с вами, во-первых, тем, что здесь есть несколько критериев, по которым искали служителей Они должны были быть людьми изведанными Греческое слово там однокоренное со словом «свидетель» или «свидетельство» То есть эти кандидаты должны иметь надежную репутацию, хорошие отзывы о себе Понятно, что они друг от друга, конечно же, да От людей, которые к делу отношения не имеют, то есть не имеют никакой личной заинтересованности Кроме этого, они должны были быть исполненными святого духа и мудрости То есть хороших отзывов от людей мало Эти люди должны быть не только хорошими людьми, но еще и духовными людьми Не просто верующими, то есть имеющими в себе духа, но исполненными духа Имеющими не каплю духа, а полноту Ну то есть, скажем так, духовно зрелыми людьми, если не углубляться сейчас в какие-то определения Ну и, наконец, они должны были быть исполнены не только духа, но и мудрости И, понятно, без нее вообще никуда, ну а в служении людям тем более Итак, хорошие отзывы, то есть свидетельства Духовная зрелость и мудрость Во-вторых, давайте учтем, кому эти качества были необходимы Не руководителям общин, здесь речь идет не о выборе руководства общины Речь идет о людях, которые занимались чисто практическим служением Служением, безусловно, важным, но служение руководителей было, очевидно, важнее О чем же это нам с вами говорит? Это говорит о том, что к руководителям требования уж, конечно, никак не ниже Чем к людям, которые занимались раздачей пищи Хлеб нужен и важен, но духовный хлеб важнее, о чем свидетельствует длинный перечень Качеств и епископа, встречающийся в посланиях Шауля Павла к Титу и Тимофею Руководителем церкви должен быть человек безупречной жизни Женатый не больше одного раза, трезво мыслящий, рассудительный, серьезный, гостеприимный, способный учить Не пьяница, не драчун, умеющий владеть собой, мягкий, незадиристый, непадкий до денег Человек, способный хорошо управлять своим домом, отец послушных и достойных детей Ведь если кто не может управиться собственными домочадцами, сумеет ли он позаботиться о церкви Бога? Он не должен быть из новообращенных, не то раздуется отважности и навлечет на себя ту же кару, что и дьявол Нужно, чтобы и вне церкви у него была добрая слава, не то пойдут пересуды, и он угодит дьяволу в сети Здесь мы снова видим уже знакомые нам с вами требования Духовная зрелость, которой у новообращенного нет и быть не может Хорошие отзывы от людей, не имеющих отношения к данной общине Образцовая семейная жизнь, послушные и достойные дети Бескорыстие и способности учить и управлять В послании к Титу мы находим еще одно важное условие Он должен быть привержен истинной вести, согласной с нашим учением И уметь одних поддержать здравых наставлением, а других, тех, кто ему противится, обличить Подведем итог Писание говорит о том, что руководитель общины должен удовлетворять нескольким требованиям Которые можно, в принципе, свести к трем условно Во-первых, характер Человек должен быть зрелым Во-вторых, способности У него должны быть соответствующие дары, то есть способности учить и руководить И в-третьих, здравое учение Если он прекрасный семьянин и красноучивый проповедник, распространяющий ересь Он не кандидат в руководители мессианской общины Теперь, достаточно ли всего этого? Не думаем Дело в том, что это все лишь предварительные условия Если они соблюдены, то остается еще один вопрос И очень важный А призван ли вот этот человек Богом на служение руководителя общины? Или же его личная зрелость, и дар учителей, и лидерские качества Должны послужить людям с какой-то другой платформы? Ответ на этот вопрос должны дать прежде всего те, кто в случае положительного ответа Будет его рукополагать Но что же такое рукоположение или возложение рук? В Писании мы видим, что это молитва, во время которой один человек возлагает руки на другого Физически, для передачи благодати И это может быть молитва о благословении, как Ишуа обнял детей и возложил на них руки Для того, чтобы благословить их Это может быть молитва об исцелении Который Ишуа тоже неоднократно молился за людей Как мы с вами знаем из Евангелий Также и апостолы, конечно Также это молитва о передаче духовных даров Примеры молитв последнего типа, они есть во всем Танахе Начиная с Моисея, который возложил руки на Иошуа бен Нуна, на Иисуса Навина Молитва апостолов за семерых служителей, о которых мы только что говорили И молитва за Тимофея, который можно прочитать в посланиях Павла Суть всего этого дела в том, что если человек, на которого возлагаются руки Выбран правильно, то есть в согласии с волей Господа Бога То во время молитвы за этого человека и возложения рук на него Святой Дух сходит на него особым образом Наделяя духовными дарами и властью необходимой ему для исполнения служения К которому Господь Бог его призвал Тут, конечно же, возникают следующие вопросы Ну а кто же имеет право возлагать руки? И как именно вот эти люди, имеющие право, как они узнают волю Божью? Откуда мы знаем, что они не ошибаются? Ну а главное, не получается ли, что мы как-то незаметно подошли к оправданию Иерархической структуры в мессианской общине Оказывается, что есть не только пастыри и овцы Но есть еще и некая третья категория людей То есть те, которые этих самых пастырей рукополагают Ведь если так пойдет дальше, то до чего мы докатимся? Вот есть овцы, вот есть пастыри, а вот дальше есть кардиналы А дальше есть и Папа Римский То есть не займемся ли мы снова строительством тех самых пирамид Которые мы строили в Египте много лет тому назад Еврейское ли это дело, строить пирамиды? Чему нас учит еврейская история? Не потому ли наш народ выжил и сохранился на протяжении двух тысячелетий Что у нас никогда не было жесткой вертикали власти А при которой только и работает принцип Поражу пастыря и рассеются овцы Реалистично ли ожидать, что наш брат еврей, особенно израильский Который со всеми на «ты» и всегда норовит покрутить пуговичку на кителе старшего по званию Примет такую структуру власти? Не обречена ли эта структура на выражение в диктатуру? Другими словами, не получится ли, что согласившись на такую схему Мы сами себе подпишем приговор и станем не просто овцами, а овцами, обреченными на заклание Вопросы, как говорится, на миллион долларов Ну что ж, мы попытаемся ответить на них через неделю Спасибо, до встречи, шалом! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля Ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа А также передать свежее послание из Сиона Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова